Об удобстве получения государственных услуг в электронном виде говорили на брифинге, который состоялся в отделе МВД России по Черкесску. Несмотря на преимущество, которое представляет гражданам регистрация на едином портале госуслуг, большинство людей предпочитает по старинке приходить в ведомство за необходимой информацией и документами, теряя при этом большое количество времени на дорогах и простаивание в очереди. Мадина Каракетова подробнее. Полиция не только ловит правонарушителей и раскрывает преступления. Большое направление в работе ведомства и оказании государственных услуг. Созданы все условия для быстрой и качественной обработки данных. Пока сталкиваемся с тем, что мы не можем никак убедить граждан, что им проще действительно не ехать из района в город Черкесск или в районный центр. Можно из дому спокойно подать тот пакет документов и определить время, на когда примет государственный служащий заявителя и приехать, не тратить свое время. Ну и вплоть до того, что в период обращения гражданина часть информации мы уже получаем, у нас меньше времени идет на обработку. Но пока вот эта проблема у нас возникла. Большинство жителей республики по-прежнему предпочитают по старинке получать государственные услуги при личном обращении. При этом упускаются из вида преимущества, которые дает единый портал госуслуг. Зарегистрироваться в нем можно, придя в многофункциональный центр. Необходимо только иметь паспорт и СНИЛС и 5 минут времени. Многофункциональные центры сами по себе предполагают обращение гражданина лично. Но при этом одной из услуг многофункциональных центров является услуга по регистрации граждан на едином портале государственных и муниципальных услуг. Обеспечение возможности гражданину подать заявление, в том числе и в МВД, и в любые другие интересующие его органы, подать заявление в электронном виде, не ходя никуда. На сегодняшний день действительно в общей сложности в Карачаево-Черкесской республике открыто 13 многофункциональных центров в каждом муниципальном районе, их 10 у нас в республике, и в каждом городском округе, их 2, Карачаевск и Черкесск. Дальше через личный кабинет, используя пароль, можно оставлять заявки на получение той или иной госуслуги. По линии МВД услуги в электронном виде оказывают ГИБДД, информационный центр и центр лицензионной разрешительной работы, в котором можно оставить заявку в электронном виде на услуги в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в ведомственном портале. Человек приходит к нам в подразделение с паролем, мы помогаем, где-то рассказываем, где-то учим его, регистрируем сами его, показываем, как зайти на сайт. Регистрируем, человек предоставляет государственные услуги и все. И время ожидания, например, составляет 12-15 минут. То есть никаких проблем с этим не возникает. По интернету в электронном виде в центре лицензионной разрешительной работы оказывают и консультации. В ГИБДД в электронном виде можно оставить заявление на регистрацию, перерегистрацию, постановку на учет или снятие с учета транспортного средства, получение водительского удостоверения и другие услуги. Позвонят и скажут, в какой день и во сколько подойти за необходимым документом. Четыре вида государственных услуг оказывают в информационном центре МВД. Это выдача справок о наличии и отсутствии судимости, факте уголовного преследования или прекращение уголовного преследования, расставление опустеля на документах, подлежащих вывозу за границу, выдача архивных справок и выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий. Эти четыре вида госуслуг оказываются непосредственно в информационном центре по адресу улица Паркова, 19. Но по одной из госуслуг выдача справок о наличии и отсутствии судимости МФЦ не только нам помогает в части регистрации граждан на портале, но и оказывает через МФЦ также у нас идет и подача заявления на личном приеме. То есть как к нам поступают лично, когда гражданин обращается, так и к ним. Через них могут к нам поступить заявления для обработки и оказания данной госуслуги. Кроме того, Валерий Мамхягов довел до сведений собравшихся, что информационный центр курирует еще одну услугу по добровольному дактилоскопированию, оказываемому территориальным органом МВД в районах. Всего в 2015 году под разделениями министерства оказано более 60 тысяч государственных услуг, но единым порталом госуслуг воспользовались не более 5% обратившихся. Мадина Каракетова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия.